Числа Кибаначчи и Биекция. Биекция это, другими словами, взаимно однозначное соответствие. В чем идея? Я сейчас одну и ту же последовательность чисел, а последовательность это очень интересная, начинается она с двух единиц, после этого идут числа 2, 3, 5, 8, 13, 12, 21, кто-нибудь догадался, в каком правиле? Это очередные 2 числа, складываем и получаем следующее число. Молодец. Складываем очередные 2 числа и получаем следующее. То есть вот я дописал до некоторого места 21, 34, складываю, получаю 55, 89, 144 и так далее, и так далее, и так далее. Это будет несколько разных определений. На первый взгляд они совершенно разные. И каждый раз мы будем получать эту самую последовательность. Одну и ту же последовательность чисел. Соответственно, мы не просто докажем, что во всех случаях ответ один и тот же, а мы с вами видим, что для этого есть причина. Та самая объекция. Каждый раз мы устроим взаимно однозначное соответствие между вот там такими-то объектами и такими. Ну, на самом деле, не так важно, с чего начинать. Давайте, например, я начну с текста, который был в той самой книге «Рассуждение Бабаки Фибоначчи». Есть пара кроликов. Сначала она молодая. Через месяц, ну, так взял месяц, в жизни это же совсем другой срок, но у него кролики такие математические. Они, кстати, бессмертные будут. Ну, в общем, много удивительных будет свойства, не как у настоящих кроликов. Тем не менее, сначала они молодые, на следующий месяц, они уже взрослые, и, соответственно, у них появляются дети. В точности одна пара кроликов. Естественно, дети молодые. Через месяц дети тоже становятся взрослыми, и эти по-прежнему взрослые. Соответственно, у каждой из этих пар опять появляются что? Дети. Так вот, давайте. Итак, есть молодые. Превращаются во взрослые. Ну, давайте я вам сказать старые. Хорошо? Старые. Старые. Что они делают? Они, конечно, обнажаются, я понимаю. Но как они сами по себе остались, а во-вторых, у них появились потомки. Молодая пара кроликов. Хорошо. Теперь эти старые сами по себе остались, и у них появились потомки. А вот эта пара стала, ну, с ростом. Хорошо. Кстати, поняли теперь, что такое смс? Фибоначчи знал про это, ребята, 1200 какой-то год, а он же все это понимал. Итак, S, M, S, что там дальше? С, M, S, M, S, M, S. Теперь опять отсюда, S, M, отсюда. С, M, S, M, S. Да, так, 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 так. Нет, а что, мое дело писать. Я знаю способ, как написать очередную строчку, вообще не разглядывая каждую букву предыдущей. Если вы присмотритесь, то поймете, что на самом деле все легче, чем я сейчас пишу. Но, тем не менее, пока буду делать вид, что я разглядываю каждую букву. Да? Да, как? Просто, в отличие от 3-4-5-4, вы просто прибавляете S, M. Нет. Я действительно что-то просто прибавляю. То есть, вот это вы правильно сказали. Я действительно начинаю с того, что один к одному переписываю предыдущую строку. Это правда. На самом деле я все переписал, не глядя на это. То есть, могу, конечно, и посмотреть, пожалуйста. S, M, S, S, M. Что там дальше? S, M, S. А вот дальше наступает самое интересное. Что я сюда припишу? Предыдущую. S, M, S, S, M. Предыдущая. Я сюда припишу S, M, S, S, M. Давайте посмотрим, как это бывает. А вот так это бывает. Я ведь начал со слов, что есть последовательность чисел, в которые каждое число – это сумма двух предыдущих. А выяснилось, что один из способов объяснять эту последовательность – это писать вовсе не число, а буквально. То есть, давайте, это будет у нас первое определение. Бесконечное слово Фибоначчи. Бесконечное слово Фибоначчи. Бесконечное. Бесконечное, потому что я остановился только потому, что у меня доска кончилась. Я мог бы написать еще, еще, еще. Бесконечное слово Фибоначчи. Каким способом оно определяется? А очень просто. Очень просто. Первое слово Фибоначчи – это просто-напросто одна буква M. W – это первая буква английского слова. Второе слово Фибоначчи состоит из одной буквы S. А вот дальше определение такое. Каждое следующее получается, когда мы к предыдущему приписываем предпредыдущее. Вот это называется рекуррентное определение. Ре-ку-ра-рент-но-ген-определение. Иногда говорят, можно сказать более по-русски, определение по индукции. В чем идея? Что у нас есть начальные какие-то, то что называется, база. Нет, в данном случае, два слова. Иногда бывает одно, иногда бывает несколько, не так важно. Как какие-то начальные данные. И принцип, по которому очередное слово получается, если уже знаешь предыдущее. Надо представлять, что эта штука сама себя так вот раскручивает, раскручивает, раскручивает. Давайте, поскольку я написал это, но все еще не доказал, давайте я все-таки докажу, что если из буквы С получать СМ, то есть правило такое, да? Когда есть буква С, переводить ее в СМ, а букву М, если мы будем переводить в букву С, то действительно вот это соотношение будет верно. Доказательство не требует ничего, кроме цветного мела. Я сейчас просто выделю цветом блоки, и уверяю вас, даже говорить ничего не потребуется. Посмотрите, давайте я теперь начну. Есть СМС, вот такой вот блок. Согласитесь, что он состоит из двух блоков. Он состоит из СМ и С. Правда? Он состоит из СМ и С. Отлично. Но это мы просто проверим. Кстати, не обязательно было здесь проверять. Можно было проверить это на предыдущем уровне, это еще легче. СМ это буква С и буква М. Ну, постой же. То есть мы вот это вот соотношение, что очередное слово получается из двух предыдущих приписаний, уже проверили на... Можно на верхних трех строках, можно на второй, трех, четвертой, как я это написал. В общем, проверили. А теперь смотрите, как происходит переход дальше. А очень просто. Из вот этого СМ получается СМС. Согласны? Почему получается из СМ СМС? А потому что здесь получалось... Вот из этих двух букв эти три получались. Значит, из тех же самых двух букв эти три тоже получатся. Отлично. А теперь здесь смотрим. Вот из... Как понять, что СМ получится из буквы С. А вот по этой причине, ребята, из буквы С получались СМ. Значит, и здесь из буквы С получится что? То же самое. Никуда не денется. Вдумайтесь, и вы поймете, что дальше будет так же. То есть, какая идея? Вот мы уже знаем, что из СМС получаются вот эти пять букв. Значит, из вот этого СМС получится те же самые пять букв. Мы знаем, что из СМС получаются эти три буквы. Значит, из этого СМ получаются эти три буквы. Ну и так далее. Это называется математическая индукция. Когда мы говорим, что вот если у нас сейчас так, то и дальше будет так, и дальше, и дальше, и дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, первое определение чисел Фибоначчи я написал, это просто длина очередного слова. Так, а почему я сказал, что бесконечное слово Фибоначчи? А очень просто. Каждое очередное слово содержит предыдущее, как начальный кусок. Поэтому, на самом деле, если вы просто будете писать до бесконечности, то вы обнаружите, что существует такое бесконечное слово, обладающее вот этим замечательным качеством, что если вы... Слушайте, а у нас длинная доска. Давайте пойдем на подвиг, а? С-М-С, С-М-С, куда? С-М. Это я переписал шестое слово. Теперь я должен переписать пятое. С-М-С, С-М-С, С-М. Шум. Замечательно. Сейчас я написал слово из 21 буквы, а сейчас все-таки хочу написать слово из 34. И это несложно. Для этого надо взять С-М-С, С-М-С, С-М-С. С-М-С, 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 С-М-С. Это получилось слово из 34 буквы. Проверяйте, пожалуйста, действительно 34 буквы. Между прочим, с этим словом связано очень много интересного в математике. То есть, вот вы смотрите, да, это просто какая-то последовательность букв, а между тем можно доказать, что если вы возьмете большой кусок, длинный, 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 то отношение количества букв С к количеству букв М, это будет примерно золотое сечение. Что такое золотое сечение? Наверное, все знают, да? Это во сколько раз диагональ пятиугольника длиннее, чем сторона. Казалось бы, при чем здесь диагональ пятиугольника? При чем здесь отношение сторон? А оказывается, при чем? Оказывается, есть простая явная формула, которая выражает номер N-ой буквы С и номер N-ой буквы М. Я могу показать фокус, чисто числовой фокус. Надеюсь, он вам будет приятен. Идея такая. Давайте напишем номера в буквы С в одну последовательность, а номера в буквы М в другую. Смотрите. Два, здесь три, четыре, пять. Идею поняли? Так. Восемь. Здесь у меня девять. Только, пожалуйста, не дайте мне ошибиться, потому что эта штука, на самом деле, я, если одну ошибку сделаю, то уже все, уже не получится. Четырнадцать, девятнадцать. Пока все хорошо? Да. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Так. Я понимаю, что уже надоело многим, но, тем не менее, давайте. Чуть-чуть осталось. Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Так вот. Я что спросил? Выписать в отдельную последовательность номера букв С? Да, пожалуйста. Один, три, четыре, шесть, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать четыре, двадцать пять, 25, 27, 29, 30, так, опять чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось, 32 и 33, да, и выпишу номера М, а именно это 2, 5, 7, 10, 13, 15, что там дальше, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, ну, дальше у нас слово не написано, поэтому мы с вами пока не знаем, что там дальше будет, правильно? Дальше мы слово не написали. Ребята, а теперь обещанный пункт. Пожалуйста, посмотрите в каждом столбце, насколько эти числа отличаются. Вот здесь, 34, 21, на сколько отличаются? На 13. На 13, а эти? 13. 31 минус 19. 12. На 13, а эти? Один 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 десять девять восемь семь шесть пять шесть три два один Задать, что у Вас уже ничего нет Слушайте, а Вы этого ожидали? Да Прямо ожидали? Нет Это один из критериев, как узнают, что существо разумное. Пока существо все время честное, то ученые чаще считают, что это сам себе полрасы для животных. А вот когда рай начинает, это уже высокий интеллект. Потому что радость – это нужно просчитать. А вот если я скажу правду, то мне будет так, а вот если я согну, то будет так. А вот игрики и сорвать, а вот что сделать, что-то. То есть вообще лошадьцы – это все, да? Это же великий интеллект. Если так можно сказать. До тех, пока я не поймаю. Так вот, все-таки давайте не будем здесь врать. Математика, как ни странно, очень честная. Причем настоящая честная. И математике врать бесполезно, потому что очень быстро все про нее обнаружится. Я, конечно, не буду доказывать свойства, как я сейчас сказал. Не потому что это сложно, а потому что это нас увидел немножко в Бог. Соответствующие занятия в интернете все у нас есть. Поищите. Эта задача замечательна тем, сколько людей ее переоткрывают. Например, есть такой преподаватель Штен. Он приехал недавно в Москву и пишет. Вот думаю какую бы новую интересную тему. Вот посмотрел, узнал и даже про это пишет. Как бы интересно это рассказать. Ему отвечают. Замечательно, вы молодец, что это узнали. Сдела действительно красивая. Но, например, в середине 19 века, Лорд Рейлей, это физик такой очень известный, в своей книжке про колебания об этом писал. В журнале «Квант» была история. Есть такой замечательный автор. Федор Ильич Акулич. Тогда компьютер был очень большой редкостью. Это было около 20 лет назад. Он получил в свое распоряжение тогдашний очень-очень мощный компьютер. Назывался «Pentune». Начал экспериментировать. Человек он талантливый. И дошел вот до этой последовательности. Был настолько рад, что написал даже статью для «Кванта». Ее обубликовали. Статья называлась «Ум хорошо, а пентеум лучше». Ну, в том смысле, что пока у него был только ум, он никак до этого не додумался, а получил компьютер, выигрался, написал разные... На самом деле ответ на эту статью был назван в том же самом «Кванте», который через год вышел. Ответ был такой. «Пентеум хорошо, а ум лучше». Это, кажется, у вас что-то было. Моя, моя, да. Вдруг выяснилось, что действительно математика все это известно. Об этом математика настолько замечательная, настолько мощная, что когда вы берете просто так компьютер и начинаете там что-то такое экспериментировать, ну, просто со 100% вероятностью выясниться, что не просто до вас кто-то это делает, а что на это есть какая-нибудь интересная теория и так далее, и так далее. Поэтому, между прочим, ребята, всевозможное научное общество, учащиеся в математике, это вещь не просто смешная, а это вещь искорбительная. Потому что попытка вот просто так придумать в математике что-то новое, ну, так сказать, с абсолютной надежностью заканчивается провалом. Потому что бывают случаи, когда школьники действительно что-то новое придумали. Например, пару лет назад замечательный такой московский десятиклассник взял и придумал конструкцию, которая дала некоторое, причем очень большое улучшение для количества остроугольных треугольников, некие задачи. Не буду сейчас стремулировать ее, но, ребята, это было не потому, что он просто так сидел и думал, ах, что мне такое придумать интересное и новое. Нет. Он изучал статьи, вполне себе ученые, о этих самых остроугольных треугольких комбинаторных конструкций, и изучая вполне себе математические и серьезные работы, то есть хотя он эти стеклассники, но он вполне себе читал научную литературу. Вдруг он придумал усовершенствование, и после него это еще усовершенствование. То есть он выполнил нормальную работу ученых. Просто так надеяться на открытие у нас это совершенно невозможно. На этом прекращаю говорить про первое определение, в надежде, что, может быть, кто-то, так сказать, посмотрит, сколько лет пройдет, и вы просто дойдете до естественного опыта, дойдете до этих задач, никуда вы не денетесь. Спасибо. Спасибо.